У меня плеспечило с глазом, и мне по неволе пришлось ехать с Алешей. Ну, приехал туда. Дел-то много нету. И когда были у Виктора Андреевича, они ходят за голубями. И он говорит, на лестницу сразу ступать. А на давнейшие, 20 лет, ступеньки. Садись рядом. Ирина, давай-ка не ходи. Сейчас я по два покрою. Я решил, пока время есть свободное, сделать лестницу. Она наклонная такая, 13 ступенек. Игорь приехал сверлить, чтобы гвоздем не раздирать. Он просверлит, а оттуда гвоздь. Ну, и когда говорили, беседовали, я ему сказал. Такое было, нет? Ты на машине ехал. Да, я помню, было такое. Какая-то женщина ударила. Ты матерился? Он говорит, я сказал. А вторую букву алфавита. Она такая и оказалась, может. Потому что проверять не будешь. Это не матерок. Я повторяю. В церковно-славянской Библии это слово прямо фигурирует. То есть это вполне для христианина приемлемо. Я так понял. Можно выражаться этим. В церкви. В церкви приемлемо читать. Во время литургии. Так что выше уже не возьмешь. Но мы живем в такое время, когда это слово не употребляется. И его отнесли как нецензурное. Но оно употребляется. Выступает Жириновский. Он знает значение слова. И прямо называет эту. Ну, всех артистов. Пугачева, там, сообщак. Другого-то слова им и не дашь. Это слово у Григория. Прямо написано. Дьяченко. Словарь. Слово и объяснение его. Ну, кто хочет, пусть. Просто у нас это не было принято. У нас не было и никогда не было. Мы этим не выражались в семье. Не выражались никогда у нас. Но это не матерок. Это матерок, это матерно. На мать поминается. Это можно выражаться. Я понял, что можно. Для христианина приемлемо это. Нет. Нормальное такое состояние. Но я сейчас говорю нет. Я уже несколько раз сказал нет. Да, было там, я вот это слово сказал. Но это не матерок. Тут к месту нужно сказать. И это слово, еще раз повторяю, оно не где-то, а в богослужении произносится. Но уже не на русском языке только. Не на русском, а славянском. Ну, сейчас скажи, а кто? Поп, это считает ругательство. Поп, это священник. Так вот мы, у нас многие слова, богослужения уже имеют искаженный вид, а иногда и даже кощунственный. Ну, жид, назови жид. А слова еврея-то нету, а жид. Богородица жидовка. А сегодня скажи, да ты что, с ума сошел? Как жидовка? Она еврейка. А это славянское слово. Но она ремена жид, означает скоренный человек. Объясняет. Второе. Я тогда сказал, а вот, говорят, за стол садился. Так они в другой комнате совсем не видели. Без молитвы я за стол никогда не сажусь. Так что этот вопрос тоже. Ну, это уже теперь шерсть там или что попало. Ну, это последствий никаких не имеет. А они ходят где-то, не знаю, в брюках. А у анквиса даже джинсы есть. А это называется мерзость. Вот она об этом не говорит. И то, что они говорили, я ничего не защищаю, а просто что я узнал из первых уст. Что им нужна свобода. А этого не надо делать. Она ей не умеет пользоваться. Этой свободой воспользуется только дьявол. Для Бога свобода такая, когда полностью человек покоряется старшему, благоразумному верующему. Вот так. А вы помните, с чего разговор-то начался? Что я хотел сказать, что так нельзя делать, с молодежью поступать. И все. А как мы расстались с Игорем, как с Мариной, поблагодарили, что мы им очень благодарны, что два года они друг друга терпели, смотрели за нашими детьми. Очень благодарны. Так хорошо. У меня к нему и к ней самые хорошие расположения. Вот мы с Ириной все. Расстались очень дружно. И я даже ничего плохого говорить не хочу. Вы просто начали у нас фантазировать. А я вам говорю так, как есть. А вам не хочется в это верить. Ну, а я что сделаю? Нет, ну, хочется, не хочется. Но есть действие какое-то. Допустим, шерстинка попала в чашку. Она какие последствия? Да никаких выбросила. А то, что она в брюках мужских написано «Мерзок перед Богом». Второзаконие 22.5. Это уже последствия. Мы знаем и говорим. И в этом не одобряем. Это уже мерзавка. Мерзавка, значит, перед Богом мерзость. Бог отвергает человека. Знаете, ну вы вроде жизнь прожили. Вы знаете, что Игорь их не сможет насильно затянуть в Царство Небесное. Да, конечно. Он не сможет день и ночь над ними стоять. Не сможет. Им рано или поздно надо выходить в самостоятельную жизнь. Но к этому подготовить надо. Вот я... Мы 18 лет их готовили. Как могли, Бог знает. Вот как могли, так и готовили. Видишь, у нас односторонняя. Допустим, ты один. Помощь какая была. А вот она, допустим, поехала во Францию. Мусульманка. А у ней... Ну, она полюбила. Там платок такой сняла и все. Ей говорят, сестра, свой. И мам там говорит, надень хиджап, завтра пойди в магазин купи. Отец ей сразу пишет это. Брат говорит. Шейх говорит. То есть все однозначно проповедят за проповедью ее. Скажи. Тебе нравится этот мужчина, да, такой. Он неверующий. Сегодня он умер. Ты в могиле два дня будешь с ним сидеть? Примеры какой? Нет. Вот такой человек. Ты маленько глянь, что ты делаешь. Вот девочка 13 лет. За водой побежала. Отец остановил. Айша. У тебя щелок сполз. Ой, ну папа, ну щелок сполз. Ну что такое? Я бы воды сейчас принесла уже. Вот ты будешь спасен, а вот это место тебе будет гореть в воду. Она тогда поддернула и побежала. То есть, а они стоят на страже. И чтобы отдельно вот так, когда-то должна выходить в мир и теперь ее пустить без присмотра. У них везде присмотр. Да скольки лет нам присматривать и держать их под колпаком? Да скольки? Не под колпаком, я не говорю. Никак, просто знать. Ну а как? Ну так. Вот я тебе говорю. Она во Франции, родителей рядом нету. Ей уже 22 года. А ее свои мусульмане со всех сторон ограждают. Сестра надень хиджаб. Вот он зашел. Разве я могу такое сделать? Зашел в магазин в Англии. А она, ну какая она, крашеная девица, продавщица. Он говорит, а что ты так одета? Грудь у тебя есть. Ты надень, как следуй, чтобы закрыто было. А что вы мне указываете? Мы предупредили вас. Вы знаете, это не положено. Аллах не благословляет. Она не послушала. Второй раз они зашли и сказали, предупреждений больше не будет. За прилавком вы стоять не будете. Она побежала к директору. Такое, так меня стращают, страх на меня надо. Так, ты знаешь, их запомнила, запомнила. Ты можешь на них подать в милицию, в полицию. Ты знаешь, сколько их здесь? Ты из дома уже не выйдешь. Ты внезапно исчезнешь. Тебе это надо? Надень завтра платок, я тебе советую. Ты видишь, я одетая, ко мне претензий нет. И они там, в чужой стране, и они целомудрие это. Это целомудренное отношение. А они настаивают на этом постороннем. Встретили русские, идут женщины там. Ну, их не назовешь девушками-то где-то. Но они с ними как обращаются? Кинают ее и все. Ты оденешься или нет, стерва? Ты, сука, выходишь, что птетьками трясешь. И это все в интернете показывают. Два-три раза, и обстановка меняется. Нам разницы никакой нет. Вот я вчера ехал в автобусе. А перед автобусом там показана четвертая платформа, идет до Мамонтова, то другое. И я кое-где маленечко что-то снял, что-то сказал. А дороги, которые парень один сидит в наушниках-то, я подождал, кажется, до Павловска, потом заговорился. Он прямо напротив меня. И ему визиточку где-то. Он сразу перешел на наши ресурсы. Нам легко разговаривать. Знаете, вот у нас большой, здесь есть сайт. Вы здесь многое найдете. Вот у меня в моих друзьях многие мусульмане здесь приходят. И они вот русские ругаются, матерятся. Там вот в лагерь у меня так. А мусульманин заходит, там Альдар. Я мусульманин. Я живу в Тунисе. Но я давно на ваших ресурсах смотрю. Есть настоящие русские? А когда провожали Васю здесь, в Киргизию-то, вот они здесь. Нас говорят чурки. Вот настоящие русские люди. Это люди, которые в Киргизии живут. Это наши братья и сестры. Понятно? А они ничего нет. Просто провожали их. А эта девушка, я не знаю, кто из них. То ли Анфиса или Совет составили. Вот настоящая девица. И сколько отзывов этих. А когда я, по-моему, прокурора не запустил, юбку вынесли ей, чтобы в лагерь запустить. Ты посчитай, какие отзывы. Какая она красивая стала. Да как юбка ее изменила. Да на такой любой женится. А эти наши шалавы да шлюхи, кому они нужны. Она только юбку надела и вела себя очень пристойно. Я им Тимошу подозвал. В моем присутствии. Вместо родителей я ему. Вот как. То есть я что мог, постарался узнать. Ну хорошо, говорят, хоть не сказали, что я курил при них. Вообще. Им, конечно, нужна свобода. Это я без всяких доказательств знаю. А свободой пользоваться они не сумеют. Это нужна крепкая вера. Вот мальчишка в пятом классе. Приехали откуда, я не знаю. Он в пятом классе. Приехал маленький Евангелие от Яна. Одному дал другому, третьему. Учительница заметила, сообщила в органы. А я что сделал, несовершеннолетний. А я что сделал плохого. Проходит сколько-то месяц, два. Два мальчика сходили на собрание. Пришли уже другим рассказывать. Она уже не знает, что теперь делать. У нас же православный там, он промолчал. Он хороший, нормальный. Но Слово Божие не дает. А этот взял, его Евангелие подарил. Ну, у нас-то сейчас православное. Мы сколько подарили? Мы подарили, я не знаю, но десятки тысяч Евангелий. Наша община благовестническая. Конечно, нас считают. Это вы баптисты. Вы полностью баптистами стали. Это мы. Мы не стали. Баптист у нас один, говорит, только есть. Батюшка. Баптист означает крестить. И он крестит. Вот так. И поэтому мне, ну, кто бы еще не говорил, Анфиса и Лисавета не чужие. Они мне очень близкие, очень нравятся. Но свобода эта одна, которой они рвутся, а она не на пользу. А как их пасти? Как мусульмане пасут, пока не придет в возраст совершенный. Вот у батюшки собака, она недрессированная. И сегодня он пошел по грибе и отпустил ее. Я гляжу, идет Степа. Я, Степа, а еще батюшкина собака за тобой? А впереди вроде бежала она, она даже видел. А он взял вид, что он не видел. Я ее взял. И в это время мимо пробегает мой кот. Как она рванула за ним, меня прокинула и пошла. Я скорее за ней слышу, собака визжит. Она этого шарика там смяла под себя и душит его. Я в два раза пнул, схватил за воротник, оттащил, не могу оторвать. Она вот скажет, за один понюх, что она ему показала. Это вот, если так подумать, это в мире вот так же самое. Вроде бы все нормально шла, красивая, хорошая собака. Буквально через минуту озверела. Я ее на два веревочки-то привязал. А рыжий у нас такой смелый кот идет. А она привязана прямо вплотную. И он как из-за угла-то вывернул туда, где у меня углярка-то. И он увидал ее, а она гавкнула на него. Он где взлетела, там крыша, навес вот так. Он через этот навес уже наверху, как он попал через навес, не знаю. Шиппер-то сюда, от угла спустился-то. Так он через шиппер стяганул туда. Она навела такой шорох, у меня собака не знает, куда деться, и кошки все. Я батюшке позвонил. Я говорю, с топором хожу, я и череп раскрою, если она у меня... Ну, убирай собаку свою. Углушкова задавила, посращала. Задавила хорошего котенка. Говорит, сколько времени возмущалась, девчонки жалели. Да вот она бегала. Не бегала. Ты ее все время пускаешь. Ты на пруды к нам приходил, уедешь, она среди нас остается, а потом только бежит, когда ты за горизонтом скрылся. Не надо, у нас в уставе написано не пускать. Батюшка тут же явился за грибами был, свои грибы повесил. Вот так, внезапно, по человечеству. Он привяжется. Она одна девчонка. Ну, сколько ей? 15 лет, она уже оформилась. Кто привяжется-то? Мирской. Ну, Мирской. Они от Игоря и до Игоря, до дома, сами ездят и ходят. Он их не охранял. Да, смотри. И там могло с ними случиться. Что получается? Привязался какой-то, я не знаю, как его назвать, Чурек или кто-то. А она ее, молодых там выставляли где-то, и она вышла, кажется, мисс-победительница по красоте. И она идет с братишкой, братишке года 4 или 5, а он ее несколько раз преследовал. И потом догнал ее где-то, за косу ухватил, вот так голову прокинул, и кислотой залил. Она на всю жизнь осталась слепая. Она одна. Если бы она была не одна, а была взрослой, картина могла быть совсем другая. Вы не понимаете, что они в городе одни ходят, без Игоря Добунова, и до занятий, и до работы? Я не пойму, или вы... Я тебе скажу, как одета, как разговаривает, у меня в лагере. Да нет, я говорю, мы про разные говорим. Почему про разные? Игорь их не сможет охранять. Они до училища, Анфиса сама уезжает, приезжает. Лиза на работу, сама. Как она одета? Вопрос, как одета? Зачем она делает так? У Тани они жили когда, Елизавета приходит, совершенно по-мерзки одета, грудь открыта, без платка. Она, Татьяна ее пустила, обед мне принести. Я говорю, почему ты так одета? Ответа никакого нет. У меня в лагере были, когда одна девочка занималась Словом Божьим. Здесь они, у меня нельзя этого делать, но бывает и толкнет или что-то, мимо это они тихо проходят. Вот наши, когда одни переодеваются, а другие прямо по форме церковной, так и идут. Ни разу, нигде не было, чтобы кто-то обозвал или что-то. Не было. Мы в этом их не поддерживали. Мы когда узнали приобрюки, вот сказали, привези их сюда, а мы с этими брюками сами распорядимся. Да, было такое у меня один брат, он с братом служил в армии. Это еще батюшка служил в армии. Он сказал, ну видимо уже готовились к свадьбе, и он сказал, чтобы ты брюки не носила. Принеси брюки. На мелкую лапшу изрубил и сожги теперь. Он в армии был. Я понимаю, это хозяин. И слово его твердо. Наши тоже там были так, и Павел, она же на лапшу изрубил и отдал на ловички крутитель. Туда должна быть рука. Она дернулась. Осади ее. Не надо дергаться. Я твой старший брат, и поэтому отвечаю за тебя. А вот я и говорю, что у меня практика, хотя бы пятерых бог дал, а у них теория. И я просто, мой совет, как бы, что так нельзя поступать, как они там поступают. Он плюнет, ребенок, и вы его там не увидите никогда в этом храме. Да ее и сейчас уже не увидишь. Почему не увидишь? Ну ладно, если будет так. Дело в том, что смотри, у нас идут занятия. Три раза в интернете идут занятия. Они на эти занятия нету. Они на эти заклепки в уши и ходят, слушают музыку. Анфиса, зачем ты? Какая музыка? Зачем она тебе нужна? Вот Василиса, она без заклепок не ходит никогда. И поэтому на память ничего не можно сказать. Ну что мне, уши оторвать или что, девчонки? Нет, сейчас не надо. Унтрировать не надо. Я просто говорю, что надо приучившись поговорить. Как сказать, от мертвого человека добиться чего-то духовного. И наложить на вот это вот на него. А что на него? Чтобы только он вообще сломался или плюнул и ушел. Так он ушел, он же только видимость содержит, ушел. А ты делай. А Писание говорит. Вот мы за последствия ты не отвечаешь. Господь говорит, чаще наказывай. Не возмущайся криками его, чтобы впоследствии утешиться. Зачем это говорить? Такая имминальная юстиция отнимут. И это не надо говорить. Ты выполнишь, что Бог повелевает. А остальное Бог берет на себя. Я знаю. Не на ложь это, Игорь. Говоришь человеку. А он потом, ой, 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 мне же говорили. А я это как так. И у него внезапно Бог отверзает дверь. А так ему и вспоминать нечего. У нас был Михальков Иван Андреевич. На костыле инвалид войны или что. И у него два сына. Оба с высшим образованием. Один баптист, а другой психиатр неверующий. Ну и кто-то говорит. Ну вот у вас сын. Смотрите. Три раза уже посадили. Третий раз посадили. Ну да. Доказать, что он сидит. Он за распространение Слова Божьего. Он к отделенным баптистам ходит. А тот сын у него все есть. Психиатр который. Ну говорит. И наши сыновья такие. Нет, говорит, не такие. Мой сын неверующий. Но в случае беды он знает, куда обратиться. А ваши дети не знают. Вот большая, огромная разница. Два родных брата живут. Живут прямо рядом. Вот так, через стенку. И у них одинаковые ребятишки одновременно. Один верующий, а другой совсем не верующий. И случилась так авария. Это тоже забаловался пацаненок. И они крючки сделали за машину цепляться. На роликах. А машина резко развернулась. И их кинула прямо под встречную машину. Мгновенно обоих задавила. Этот в своем баптистском собрании. А этот что-то в городе был. Когда вернулись, они одновременно получили известие. Ну, надо же. Я же говорил ему. Что же это такое? Ну, в общем. Бог дал, Бог взял. И он говорит. Когда у него семь сыновей, три дочери погибли. А этот сразу пришел в панику на себя руки наложить. Почему мой сын погиб? Этот, понятно, растет баптист. Кому он в государстве нужен? Но мой на Олимпиадах везде первые места занимал. Где он, ваш Бог? А это только поблагодарил Бога. И все, как Александр Иванович. Ты знаешь. У вас дядя был Миша. Он только спросил, а где он? В море. Так что, до смерти? До смерти. Я, говорит, пришел и встал перед ним. Грязный лежит. А он служил в десантных войсках. Умел драться. В конце концов, напоролся на нож. Я тогда сказал, Миша, Миша, был бы ты со мной и в храме. Этого бы с тобой и не было. И больше, я, говорит, ничего не могу сказать. А отпевать? Кого отпевать, когда неверующий? Все это обман. К нему подошел дьякон. У него сын задавился. Из неизвестного дьякона. Ну и материю купил. Кусок Ивану, Александру Ивановичу, помолись там за Сашу. Вот такая беда. Он говорит, а верующий был? Да какой верующий? Самоубийц. Он снял ему на плечи. Повесил обратно материю. Нет, говорит. Я здесь слова сказать не могу. Зачем Бога обманывать? Он избрал этот путь. А Миша ко мне приезжал, я не знаю, может быть, за несколько дней до смерти на моей кровати лежал, мы разговаривали, слышал он. Он не восставал против, но видно, что не принимал. Александр Иванович говорит, что на соседней улице, деваха сильно рыдала, плакала, убивалась у гроба. Что там было, я не знаю. А там стоял один с газетой, а в газете у него огромный муж. Ему 10 лет дали, он давно уже вышел. А Миша лежит. Все это понятно, просто у кого-то теория, у кого-то практика. А на практике, я гляжу, получается, это все совсем по-другому. А теорию я тоже знаю. Ну хорошо, теорию знаешь. Ты хочешь сказать, если у него детей сейчас нет, но с детьями не трудился, то он уже никак на твой уровень не может подняться работать с детьми. А как же, у Павла детей не было, у Затауста не было, у Яна Каменского не было. Лучший воспитатель и называется кто? Не просто так, а педагог всего мира. Знаете, надо дорасти до Затауста и до Каменского еще. Ну конечно, вот так. Это что-то кажется тащит. Поймала мышку. Вот она мышка, ей положено. Вот она. Это упустит сейчас, упустит. А сейчас начни подходить к ней, она ее не задавливает специально, чтобы поиграть. Так тут сразу курица подходит. А мать ждет, если это... А она, мышка, скажет, дочка вышла, что-то давно ее нету. Где она там ходит одна? Вот так вот на мышиных дочерей охотники. Михасевич. Его никто не знал. Он работал шофером на УАЗике в санчасти. В той местности 50 с лишним женщин были найдены задушенными. Молодые девушки. Не могли найти и наконец все-таки поймали его. Поймали. Он, значит, что? Насильничает, а потом ее же шарфом ее душит. И вот она добыла. А почему садились в машину все добровольно? Зачем же садились? Зачем ты одна оказалась? Стоит 12 часов ночи на вокзале. Поднимает руку. А наутро на Булыгинском кладбище ее находят. В уме она или нет? Я вот был в Афрунзе. Ну, был там, я скажу, в Нью-Йорке где. Там еврейки. Их, как киргизские, 5-6 человек. Они выскочили, быстренько раз на другой стороне забежали. Одна, что пошла, никогда не видел. А они берегут. А забор не такой. А там называется дувал. Он, может быть, под крышу от такой высоты. Да, там из глины, из самона сделаны. У них это закон. А почему смерть? Если окажется, что она... Это в Библии написано. Не девственница, брачная ночь. Приведите к дому отца и убейте. А если это дочь священника, сожгите живьем. Почему, Золотарус говорит, спрос больше? Вот и все воспитание. Поэтому у них за этим смерть. А у нас ничего не стоит за этим. Курица, не обижай, она сама поймала. А вот если она пустит, курицы сидят. Да, курица один раз подавилась мышью и так и померла. Ух ты. Но я гляжу, курица лежит, а во рту мышь. Не смогла проглотить. Стоит пеликан и голуби. И он урожает свои голуби. И он там в мешке у него трепешится, а проглотить не может. Он крутил, наконец выпрыгнул, он полетел. Пеликан, он там мешок-то какой. Одна же была такая картина, но, конечно, ее никак. Был тут Давид. Дядя твой. А он только вернулся, у него милицейские брюки, он в МВД служил. И рубил, видно, цыплят. И в это время курица схватила голову и побежала. За ней вторая курица, третья, петух. Курицы в очередь. И он в милицейских штанах согнулся за ними, бежит за курицей. И они вот так в очереди длинут. Но это картина. Искусственно не сделать. Что она, проглотила что ли? Съела, все. Все? А глаза-то какие довольные. Все, отошли. Я до этого пришел сказать, что я выявил. Более опасное, конечно, то, что и несет последствия в вечность. А что-то такое маленькое, и там замечать, это не надо. Я вот повторяю, в Корчиной 6 лет. 2,5,5 в Барнауле, это все на квартире. И женился тоже на квартире. Своей квартиры не было. Так что у меня набирается порядка, может быть, не могу точно сказать, но лет 12,5 по квартирам. У меня другая тактика была. Если я приходил, а у... нет, подвал. И уходя, я оставлял ему подвал. Забора не было. Ставил забор. Я на стройке работаю. Самое такое, сарая нету, строю здоровый сарай и уезжаю. Все бесплатно оставляю. Только одеяло брал. Больше ничего. Оставляю книги, библию-то беру и одеяло. Ну, меня гоняли с города в город. И где бы ни был, везде друзья, друзья, друзья. Вот, жил я у Карповых, она баптистка, Марфа, а вот Саша. Ей 4 ребенка, 5 беременная, врачи осматривать, нет рождения, сделать аборт. Она пришла и нашли, что сделать-то? Мы встали на колени, вместе плащем. Я на квартире живу. Приехал у них баптист, врач, откуда-то с юга, с бородой окладист. Просто он ее осмотрел и сказал, вам нельзя рожать, ее не родить. Все показания. Она опять узнала, брат сказал, если бы не верующий только делся. Я говорю, Марфа, если умереть, умри, но не убивай. И она родила. Но родила это еще не все. Назвали его Пашей, называли его моим именем, чтобы его спасли ваши. Так она после этого родила еще семерых. Представьте, у нее 11 детей. Город Пенза, Карпово. Вот и все. Я знаю, что у нашей Валентины, его матери, тоже был затруднительный вопрос. А ведь не послушали? Я вот на операцию не лег. Прямо в операционном столе уже все, анализы, все, только лечь. Уже одеты, я одеяние это выпросил себе. Такая, как дождевик, сзади завязывается. Андрюша, завтра вас сколько? Утром, кто бы знал. Я, Господи. Ну, полдевятого. На кресе там, видела подарок? Ага. По пять каждому. Нам уже заехали. А, заехали. Полдевятого мы. Полдевятого, из дома. Так, смотри. На днях, когда я сейчас там был, я узнал. У нас есть люди, которые берут ипотеку. Что это такое? Деньги под проценты. Меньше 12 дней. Нет, через восемь лет платить уже, если ты взял дом, покупал два миллиона, платить уже четыре. Если еще прошло восемь лет, платить шесть миллионов. Их не выкупить. Но они вот это сделали, не советовались, ничего. И вдруг сейчас объявили, кто может помочь. Газ проводят рядом, 150 тысяч за подвоз газа. Зачем? А что делать? Должник делается рабом-заимодавцем. Соломон. Зачем вы в жидовский ад полезли? Вы могли у своих, у родственников где-то взять, сколько взял, столько и отдать. А они... Так это 30 лет. Что это означает? Означает, 30 лет вы минимум в четыре раза больше заплатите. Заплатите. Только проценты. А это не заплатили. Дальше они не терпят уже. То есть они конфисковывают дом твой, а тебя выгоняют. Ты работал на них всю жизнь. И дети ваши в рабстве. А что делать? Практически. Я практик. Я ребятишек, мальчиков забираю себе. Девочки к матери. Вы взрослые, там где у меня детская, все. Дом продать сейчас, который есть, рассчитаться и усни спокойно. Вы болеете все. Почему? Потому что межномок висит. А что предложите? Другого нет. Я сегодня сказал об этом. Прекратить строительство храмов, часовен и рассчитаться со всеми долгами, где что взяли. Церковь. Чтоб церковь свободная была и начала благовествовать. На первых порах будет трудно. А что сделать, если не знать? Храмы запереть? Вообще на улице проповедовать во дворе? Через месяц-два начать впервые попускать по одному приившему к крещению? Это в 249-м году воцарился царь Деки. Это еще до Константина. А люди в это время, богатство все стали. Уже знают, как надо выучить ребенка. Все. То есть расхоложение. Он как пришел, мгновенно объявил войну христианам. Только пыль пошла. Стали все, что власти угодно делать. Церковь буквально опустела. Но сразу же ободрились, начались люди, проповедь пошла. И в церковь новые люди пришли, которые ни перед чем не стояли-то. И он был убит. Через три года. В 251-м году и церковь обновленная вошла в новую эпоху. Вот так Бог сделает, стукнет и посыпется труха одна. Поэтому не уныляй, брат, сестра. Господь показал. Наши двери открытые, если надо. Я их обоих возьму. А мысли они были у Татьяны можно сходить. С работы буду встречать все время. Я свободный человек. А ко мне ни один преступник не подходит. Они боятся меня. Однажды меня захватили преступники. Настю встречали, помните? Анекдот. Да. Так что, пока не дойдет до сознания, до ихнего. И вы ничего не сделаете. Ничего не здесь делаете. И все такие следы. Как-то охота сохранить. Хоть они как-то ходили. Ни как-то. Ни как-то. Строго по уставам. Она даже. Никаких брюк. Это мерзость. Скажи, я не для мерзости тебя рожала. Мы это не одобряем. Но все мы сказали насчет этих брюк. Ни как-то. А они вот у меня на квартире жили. Девчонки. Иногда по три девчонки на квартире. А все вместе с кухней, с туалетом вместе. 12,8 квадратных метров. Вторая строительная. Договариваемся. Самое главное. Самое-самое главное. Утром все встаем на молитву. Так а мы не верующие. Я сказал. Будете молиться, как можете. Когда помолимся, в 4.40 встаем. Дальше ложитесь, спите до занятий. Все, все. И вопросов нет. Теперь о Никите. Никиту на молитву утром поднимать. Он не встает. Не встает. Я говорю. А ты его условия, Сережа, поставил? Нет. Поэтому и требовать не можешь. Он поверь своей. Поверь своей. Давит постель. Но ты с ним поговори. А теперь я говорю. Возьми аппарат. Это он по моему навущению взял. Никуда. Для себя. Встанет или встанет. Только отделом закрылся и все. Ну, значит, непробивной пока не трогают. У меня хорошее отношение с Никитой. Ну, не просто, а очень хорошее. Я даже думаю... Какого-то учителя такие. Я про то и говорю. Не надо сразу за камеру хвататься. Да он не хватается, я попросил его. Стань ему там, зная, что родителей нет там близко. Мы там по телефону много не назвоним. Тоже это и деньги, и время надо. И каждый тебе звонит, и каждый что-то тебе там рассказывает, жалуется там. И ты как тут на телеграфе, только успевает звонки принимать. Их уже трое у нас. Уехало туда. Так. Для девчонок двери открыты. Надежда Васильевна. Она одна. Мы там живем, и не надо, чтобы ей ванна была каждый день купаться там. Заклепки больше нет. Она здесь будет под присмотром. Мы занимаемся. И кроме того, если есть у нее там планшет, у нас занятия идут. Занятия трижды в неделю по интернету. Не считая четвертые прямо в прямую трапезные занятия идут. А по интернету не хотели. Давай, Никита, один вопрос решить с тобой мне надо. Отношения наши хорошие. Ты хотел бы мне помочь, как я тебе? Если я оставлю, то я по печенью голубей давать ему. Да, нормально. Пшенисты все у меня там есть. Воды налить, я покажу, как. Я уезжаю. На зиму? А? На зиму? На зиму. Это не будет так тебе. Ну, что там, залез, сыпнул им. Пшенисты рядом прямо. Ну, воды там, банка. А зимой снег. Если сильно ястреб закрыть там, снаружи у меня. Отпустил, снегу дал. Ну, самый переходной момент, когда лед будет, и снегу нет, придется уже щеником приходить, налить туда, чтобы растаяло. И на день это хватит. У меня никого нет. Договорились. Так, второй вопрос. Нам некуда девать шарик. И все говорят, пусть иного. Кто говорит? Кто говорит? Вот тот и пусть себе возьмет его. Зачем на кого-то навешивать? Какую-то чужую скотину. У нас есть одна собака. Не, ну я бы стал сейчас кому-то предлагать. Зачем так предлагать? Я бы взял. Вторую, что ли? Двое, почему бы вторую? Андрей, там свинья гуляют. Свинья, нахуй. Свинья, бывшая, Никита. Чья? Большая? Да нет, это наверное... Алексея, она больная, маленькая. Ачушка, да? Да, чушка. Ириношка, дайте от себя за руку, забойте садись. Да я-то понимаю, знаете, ты просто их плащу. Да я понимаю все. Молимся? Они мои. Молодец. Я знаю. Волимся, и я переживаю. Типа твои российские вот не вышли. Ну... Так, Андрюша, я уже пошел тогда, ладно. Я люблю твоих девочек, поэтому и говорю, зачем бы я приходил тебе. И мы тоже их любим, поэтому я из своего опыта буду действовать так, как я вижу больше результата приносит. Я не буду рубить, чтобы они хлопнули дверь и ушли с ползунова. Я не хочу, я хочу, чтобы они там остались. Нет, она просто осталась и по-своему буду делать, одевать, гулять, слушать, что попало. Это толпа какой. Игнар Тихонович, ну слушать, ну как вот сейчас, как я скажу, выдерни, ну я же, ну сказала выдерни, но она все равно будет, ну слушать-то. А ты расскажи дальше. Конечно. Это надо убедить человека. Это убеди. Вот, ну стараюсь. Это убеди. Скажи, написано, что везде быть с Господом. Господь с тобой будет это слушать, включи больше. Он дал лучше тебе для этого. Ты не знаешь, что будет впереди. А с этой мерзостью входит тот человек, которого бесы окружали. Это не просто музыка. Через музыку Дух Святой сходил на Елисея, когда играл гуслист. Давыд играл, когда Дух Злой от Саула отходил. А это там тяжелый металл или что-то там мерзость сатанинская. Ну такой они там, не то что тяжелый металл, ну неважно, не христианский. Неважно, не божественно. Не божественно слушают. Ну пусть она страсти Господни слушает. Я скажу, какие я знаю в музыке, хотя я и не музыкант. Понятно. Это-то мы все понимаем. Ну, наверное, надо какое-то время, что, ну как, стараемся, все равно мы их не отпускаем. Ну и распоряжайся как надо в этом направлении. У меня все открыто. Я сегодня дверь открою, дам ключи, они зашли. Там же живут рядом люди у нас, те живут. А сколько таких, которые живут в частных домах-то там? Пол Барнавула, наверное. А после войны-то около моста, там подземный город был, землю рыли. Одни-две палки сверху, вообще ничего не было. И жили люди. Наш дед жил в землянке всю жизнь. Да еще, Саманка, тоже считай. Землянка. Наши библии. Так? Наши библии. Так. Наши библии. Какой-то из денег оставил там. Так у вас на Ползунова нет сторожа. А там сторожить нечего. Как нечего? Склады? Там люди идут и идут толпой. Он никого не знает. Кого он будет охранять? Его никто и не признает за человека. Маленький. А здесь мы его привыкли. Нам просто его жалко. Он и нам-то здесь не нужен. Мы привыкли. Он маленькая собачка с большим сердцем. Когда эти напали, Сережины, большие, это ногу-то откусили его, а потом ходил в скафадре, а его как увидели, корова в скафадре, да от него я ему 5-литровый обрезал, чтобы он ногу-то не стягивал за где-то. И приросла нога. Я в прошлом году на Любу оставлял, а она уехала потом. Конечно, можно туда взять его, перевезти. Но ты отвезешь нас в картошку-то? Вот, везу. Да, пожалуйста. Какого там числа примерно скажете? Ну, 10-го. Заранее уже это место. Только это, на Газели, только, вы ли не думаете, что тем больше машина стоит, тем она лучше становится? Да. То есть, я на ней туда доехал, до второго мостика-то с вами, помните? Да, да. Назад что-то она заводиться не захотела, потом завелась. Ну, то есть, урастет. Урастет, да. Ну, может, с Божьей помощью доедем. Да, Боже, тебе раньше взять ее до день, покататься на ней с ребятишками здесь. Нагрузить ее картошкой. Нам картошку. Вот сейчас вывезли два мешка, Алексей. Сегодня звонят. Мы двух бабушек обеспечили. А я поставил картошку, а там мы видели этого, колорадского жука и бросили, и там ничего нет. А я пришел около туалета, большое ведро накопал. Вот сейчас был. Татьяну маленько обеспечили. Я везу, то это не для себя только. Отвезу, конечно. Мы в Долгунии будем никогда. Ходи доедем, ее не глушить. Так, веспириривая доедем. А что глушить-то? Заправь ее полностью. Я накануне, там, за день возьму, там, что, колеса подкачаю там. Аккумулятор еще там сел, может быть. Так охота, чтобы. Раньше-то, когда начинали строить потерявку, я с Долгушей же приезжал-то, ты знаешь, прессык это. Все загружу, ведь бесплатно. Я бегаю по деревне, кому-кому людей-то было больше. Ну, больше нету. А тот человек, организация перешла в другое место куда-то. Да и куда не пойдешь, мэр погиб, губернатора убрали. Пошел в прокуратуру, там другой прокурор. То есть, все другое. Я сижу и... Умер фараон, который знал Иосифа, а новый-то не знал. Не знал, и начал гнать его. Еще он нашел фараон, смерть свою, смерть свою, нашел. А я, брат, не шути с этим. А вы кукурузу не садите? Ну, садили. И получил еще? Ну, в этом году не очень. Что же у нас кукурузы-то нет? Ну, то, что, как бы, весна была холодная. Я тебе посоветую. Сегодня мы были у Лены в Арабаш. У ней лежит просто вот столько кукурузы. Разные початки. Красная, черная. И она дает на семена. Нам дала. Мы сейчас поедем там. Игорь Захар уезжает, с ним отправить надо. Вы меня простите, что я, как бы, вмешиваюсь. Но я еще не трогаю, только говорю. С девчонками ни слова не разговаривал. А я почему подумал, Степа любит шарика. Ты любишь шарика? Ну, да. Ну, понимаешь, какое дело. Он бы и кормил, и играл, и все. Возьмешь шарика? Куда? У вас где-то конуру поставить в сторонке, и там днем кормить. Мы оставим, кормим ему, все. На зиму, на зиму. И играть будешь с ним. Попроси своего папы с мамой. Ну, что? Поставить это в сторонку, чтобы тебя только не пинали мы каждый день. Ты кормил? Почему не кормил? Ну, это надо, молодой человек, надо учить. Ответственность, чтобы было. Ну, разреши ему. Он знает, что это, который ухаживает, он знал, я перед ним не буду. Нет, просто я-то разрешаю, просто если взял, все, углину сделаю. Ну, 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 поэтому я вот, мне не надо допустить. Я про голубей завел туда, в прошлый раз был Исаакия, завел Иосифа, завел Алексея. Чтоб друг другу помогали, и у меня голуби остались. Просто, если беру, то, значит, добросовестно, чтобы все было. Ну, а вы напоминайте, бывает, молодой человек забудет. Что, все, подоговорились? Ну, да. Мама разрешила? Да. Ну, в сторонке даже, не на территории, может, где-то там забанить. Сушить свои. Сушить свои. Играй каждый день, только не отпускать его, чтобы замечательное было. Я оставлю там крупы, макароны, растительное масло, всего оставлю. Игнат Тихонич, чтобы тогда это, качественный был поводок, чтобы он не убегал, чтобы к нам претензий не было. Вот то-то и оно. Мы постараемся качественные. Сейчас будто бы хорошие прислали там. Чтобы, ну, не сорвался. А, в тот раз, у тют-люба, он порвался, что-то. Ну, у меня был старый, я дал, он тоже порвался. Он опять порвался. Ну, что сделать-то? А потом он почувствовал свободу, его уже ничего. Я сейчас Сергею скажу, и чтобы он выслал настоящий такой, как жилет. И мы его поймать-то не могли ту зиму. Он не давался в руки и бегает везде. Ну, ладно, бывает. Нам охота сохранить. Нам-то, в общем-то, все, какая польза от него. Ну, уже столько мы пережили вместе. У меня кошек столько. Вот сейчас, думаю, объявление дать или что кошки хорошие. Надежда Васильевна попросила двух котят, выросли, а в Барнауле никто не взял. У меня шесть кошек. Я сейчас четырех свободно мог бы пожертвовать. Как пишут, говорят, отдать в хорошие руки. Ну, хороший у нас разговар получился. Рано у нас родиться. С Богом. До свидания. С Богом. Прости, Христов. Я про практику. Дом мой открыт. Надежда Васильевна рядом. И все-таки свой дом, это не так, что в окно там 20 человек. Это территория своя. На ночь закрыта. Все под домком. Понятно. Чего так долго? Мы не нужны? А, мы? Нет. Нет, все. Нет. Все, разрешили вопрос? Так. Все, с Богом. Пошли. Давайте. Так, Леша, я хотел сказать, обратно я с тобой не уехал. Да, я 500 рублей принесу. Не принесешь, я тебя отдаю. Почему? А зачем? Я их принесу. Нет, не надо. Я лишнего не беру, но зачем? Когда-нибудь, может, поеду, когда-нибудь. Я обнищаю до нищеты. Когда-нибудь и отдадите мне, вот, чтобы этого не было. Да, может, у меня не будет. Пусть у тебя будут. Ну, как не будет? А куда вы денетесь? Да, мало ли еще. Может, меня на кладбище надо везти, а денег нет. Ну, да. На кладбище. На кладбище все равно похороним. Лежать не будешь, честно. У нас около мамы договорились. Да? А, ну все, да. Мы с батюшкой стояли, он говорит, кто первый умрет, кто с этой стороны, с этой стороны. Ну, вы написали все четко, где что? Я все написал. От моего тела в дорогу, когда поехали, ничего не брать, вливание крови не делать. И Виктор Андреевич сделал такое завещание. Тело мое довести, он отвечает за него. Себастьян перевед на английском, на немецком, на французском. А кепка, сапоги? Так, в сапогах, которые у меня лежат стоптанные. А кепку, ну, кому по размеру. Кепка мировая, во всем интернете. Кто говорит, да, кепка там, парижская коммуна придумала, нет, там вот так стоит. А это именно небо, я сегодня объяснял это. Ну, все тогда, хорошая наша встреча была, благословенна. Здорово имя.